В московском фоке традиционно многолюдно. Пока занимаются молодые джидоэсты, заслуженным тренером Украины Олегом Геннадьевичем Копыловым, более старшие недавно вернулись из Одессы, принесли с собой два кубка и медали. Что дало нам повод с ними поговорить о турнире в Одессе и о джиду? Занимаюсь уже 8 лет, уже КМС. Как турнир прошел с твоей точки зрения? Ну, судя по тому, что первое место, я так понимаю, хорошо. Да, турнир прошел хорошо, в принципе, все было на хорошем уровне, но просто, что судьи как бы подслуживали... Тебе подслуживали? Нет, Одессе там подслуживали, в этом плане было тяжело. То есть тебе пришлось бороться и с соперниками, и с судьями? Да. Удалось? Да. Самый сильный соперник кто был? Был Усатов, это получается, я с ним уже боролся второй раз, первый раз боролся с ним на Украине, но там мне повезло, я просто его выиграл удержанием, а тут мы прям уже, ну, считай, боролись до Голден Скоро, и было тяжело. Он был самым тяжелым, да. Следующий шаг какой? То есть что у тебя следующее будет? Одессу ты покорил дальше? Да, 20-го числа мы едем на Украину, да, в январе. Шансы есть? Да. С кубком или с призером? Ну, на Украине кубков не дают, но... Ну, металь обязательно заберешь, да? То есть тренером ты пообещал, да? Да. Занимаюсь этим видом спорта около 9 лет. Турнир прошел на хорошем уровне, ну, вот еще раз хотелось бы отметить судей, очень, типа, сложно подсуживали их под деситом. Ну, ты можешь жаловаться больше всех, у тебя третье место. Ну, тоже было очень сложно его добиться. Попался сразу в первую встречу тяжелый соперник, Зайченко, Павло. Откуда? С Одессы, да. И вот проиграл и дошел до третьего места и выиграл. Третье все-таки взял, да? Да. Понятно. Хорошо. Но ты понял, чем тебя взял, ну, кроме судей, твой соперник? Да, он был физически сильнее. Надо тренироваться. То есть надо качаться. Я занял первое место, тоже занимаюсь 8 лет. Ну, у меня тоже было сложно, потому что, ну, как бы, они уже сказали, что подсуживали одесситом. Прямо уж так вот все в наглую подсуживали, да? Да, было такое, что реально в наглую подсуживали. Ну, и у меня в категории было, как бы, 4 человека, я и 3 одессита. Ну, и, как бы, было сложно. Понятно. То есть ты против трех одесситов был фактически? Да. Они уже там себе кубок распилили, значит, поделили, а тут приезжает какой-то из Славутича и это дело забирает, я так понимаю. Ну, да. Какой самый сильный соперник был? Наверное, в последней встрече. Я тоже договорил. Ну, да. В последней встрече там тоже боролись до Голденскора больше 4 минут. Ну, и выиграл удержанием. Я так понимаю, следующий чемпионат Украины, судя по тому, да? Да, главное. И как там у тебя шансы есть? Да, у нас у всех есть шансы. У всех есть шансы быть медальными, да? Да. То есть Одесса, получается, достаточно сильный регион, раз вы туда поехали, да? Ну, да, Одесса неплохой регион, там есть много хороших спортсменов. Не менее интересным получился разговор с молодыми, но весьма амбициозными тренерами по дизайону. Одесса – это был один из первых этапов подготовки к чемпионату Украины. У ребят 20 января чемпионат Украины во Львове. Чемпионат Украины среди юношей и девушек до 18 лет. То есть это чемпионат Украины, это первый этап отбора на чемпионат Европы и на чемпионат мира. О, вы даже об этом задумываете? Ну, конечно, мы задумываемся уже, смотрим на шаг вперед, скажем так, готовимся пока к Украине, но думаем и мечтаем. Думаю, ребята тоже мечтают о том, чтобы попасть на чемпионат Европы или чемпионат мира, или туда и туда в идеале. И мы тоже как тренера мечтаем и думаем об этом. Ну, то есть Украина у вас как бы промежуточный этап, так получается, да? Ну, честно говоря. Хотелось бы, чтобы это было так, да. Как оно будет на самом деле, мы посмотрим. Мы всеми силами стараемся подготовиться. У нас еще будет несколько турниров перед этой Украиной. Еще будет сбор сейчас будет проходить на следующей неделе. Ребята из Николаева приедут к нам. А сбор у нас будет? Да, сбор будет проходить у нас. Мы здесь организаторы этих всех телодвижений, скажем так. Ребята приедут из Николаева. Ребята приедут даже из Польши. Ну, мы всегда ставим максимальные цели. И перед собой, и, естественно, перед ребятами. Ищем любые возможности, чтобы их достигать. В том числе вот в организации таких сборов. Я считаю, у нас в городе великолепная база, которая позволяет себе просто подготовку на 100%. И вот хотелось еще тоже немножко дополнить про турнир в Одессе. Это был очень крупный турнир. Четыре татами, больше, чем 500 участников. Они еще там боролись, да. И очень интересный был формат соревнований. Потому что мы туда повезли вот ребят старших, которые уже в 10-11 класс. И также до самых маленьких, которые у нас ходят в начальной подготовке. То есть 6-7 лет у нас ездили два. Три мальчика ездили. Из них два отборолись так прямо ярко, красиво. Один немножечко уступал. Но они только начинают свой путь. Вот Бавин Андрей занял третье место. И пятое место занял Мельник Артем. И вот у нас таких деток очень много. Около 60 человек. У нас две группы начальной подготовки, по 30 человек. То есть это был тяжелый выбор, вы понимаете. Я понимаю, я понимаю. У нас проблема вообще в том, что очень много деток начальной подготовки. А татами у нас не хватает. Я только хотел спросить. Вы собираетесь сборы проводить? Привезти спортсменов, ну как минимум из Польши и из Николаева. У вас только два татами. Хватит ли вам? Ну, для сборов хватит. Потому что там тренировки расписаны таким образом, что здесь никого больше кроме нас нет. И в принципе это реально. А вот с тренировками именно детей начальной подготовки сложнее. Потому что они все ходят в школу. Они могут приходить на соревнования, на тренировочки только, ну самое раннее, в два часа. И вот нам мэр наш пообещал, что он нам поможет. Купит еще одну татами. Потому что в следующем году, если у нас его не будет, мы просто не сможем ни одного человека даже взять, набрать. И детки, которые хотят к нам попасть, они просто не будут иметь такой возможности. У нас даже сейчас, как бы, доходят люди, которые хотели бы заниматься. Я имею в виду дети, с родителями приходят. И мы в большинстве случаев отказываем, потому что уже просто некуда. Мы просто не развернемся здесь. Мы прекрасно осознаем и понимаем, сколько нужно места одной паре, чтобы друг на друга не падать, не травмировать, тем более детей. Поэтому хотелось бы, чтобы обещания стали реальностью. Тем более сейчас как раз принимается бюджет на следующий год. И вот нам пообещал Юрий Кириллович, мы вам напоминаем, что мы все помним. Очень ждем, наши дети очень ждут. И чтобы в следующем году к нам пришли детки, которые хотят к нам прийти. Потому что я вообще считаю, вот у нас дзюдо – это ведущий вид спорта у нас в городе. И нам за последние 10 лет ничего не покупалось так крупно, масштабно. Вот купили когда-то там, и вот уже ему больше, чем 10 лет, больше нам не покупалось. Поэтому мне кажется, сейчас идеальное время немножко нам помочь. Да, желание самостоятельно вырастить чемпионов Европы или даже мира, пойти по стопам старшего тренера и отца, который воспитал 50 мастеров спорта, в том числе и чемпионов мира и Европы. Это похвально. Самое главное, что хотелось бы сказать именно про нашего главного тренера в нашем клубе. Олег Геннадьевич, безусловно, для нас это как эталон, как пример и как цель. К чему нужно стремиться, каким результатом нужно стремиться. И мы очень много с ним разговариваем, вспоминаем, как он тренировал, как он проводил тренировки. Мы много с ним советуемся. Хотя в большинстве случаев сейчас отец говорит, что мы уже взрослые тренера. Самостоятельно. Что мы уже состоявшиеся тренера. И что мы должны преподносить свою философию, свое видение. У него это было как-то свое. И мы все равно должны родить свое. Хотя мы очень много советуемся, очень много общаемся, очень много времени с друг другом проводим. Это очень классно. Мне кажется, я вообще очень сильно кайфую, что мы всей семьей здесь сейчас работаем. Мне кажется, что вместе мы добьемся действительно очень крутых результатов. А он не ревнует, что у вас тоже скоро могут появиться чемпионы мира, чемпионы Европы? Он уже с нетерпением ждет этого. А, он ждет этого. Конечно. Он уже готов, чтобы отправить. Он уже готов, мне кажется, сказать, все, вы работаете, и я только подсказываю. А, понятно. То ли, то как-то так. Хотя он еще полный силы энергии, на самом деле. Ну, я понимаю. Он очень много помогает. Каждый день с нами на ФОКе. У нас, в принципе, такая философия, что мы с Валей взяли вот эти 60 человек начальной подготовки. Мы полностью ими сейчас занимаемся. И детки, которые у нас подтягиваются, ну, быстрее входят, да, в темп нашего спорта. И быстрее учат бросочки. Они сразу переходят к коллегу Геннадьевичу. Он плотно ими занимается. И дает дальше то, что им необходимо больше, 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 больше. То есть, как бы у нас все так поэтапно. Каждый занимается своим делом. Вот. И еще хотела сказать спасибо большое нашим спонсорам, которые нам помогли с транспортом в Одессу. Которые помогают вообще постоянно. Вообще всегда просто помогают. На регулярной основе. Да, и вот на этом турнире тоже. Потому что это не маленькая сумма для того, чтобы мы туда съездили. И мы очень рады, что мы приехали с пустыми руками. И, как бы, таким образом сказали им большое спасибо. И приглашаем вас в Солучане 20-го числа, 20-го декабря. У нас будет турнир в Московском ФОКе по малышам. Я думаю, это будет очень интересно. Кто уже ходит, приходите. Кто хочет пойти, приходите, посмотрите. И кому просто интересно, мы вас приглашаем. Будет классно.